с Яной наша встреча произошла после того как я увидела ее аккаунт в инстаграме и меня заинтересовало несколько слов которые на первый взгляд были довольно сложными но я тогда подумала почему-то я понимаю о чем это тогда я подписалась уже на телеграм-канал началось общение и потом я уже пошла в индивидуальные занятия в индивидуальный тракт и вот таким образом мы познакомились и встретились привело меня к знакомству с Яной наверное то состояние и те внутренние вопросы которые были на тот момент и которые не давали покоя не давали решения не давали того состояния которое изнутри хотелось бы но опять же изнутри шли какие-то просьбы и потребности решить мне их не удавалось теми способами которые я знала за те четыре месяца которые мы занимаемся с Яной в индивидуальном практике изменения произошли колоссальные у Яны есть такое задание прослушивать свои сообщения самые первые и самые свежие для того чтобы сравнивать динамику я признаюсь что я не не всегда и не очень часто это делаю но даже просто отслеживая свое внутреннее состояние я вижу колоссальные сдвиги вперед я вижу эту динамику первоначальное ощущение было очень неуверенное рассеянное во все стороны неуверенность была практически во всем и с течением времени с течением занятий с Яной во-первых я получала те знания которых мне недостаточно было которые имелись или те знания которые были они были искаженными они были неточными стал меняться мой внутренний фон стали меняться взаимоотношения на работе стали меняться взаимоотношения со знакомыми с приятелями естественно это все в процессе но я стала больше чувствовать опоры на саму себя для меня это фундаментально важно потому что ситуация была такова что я я слушала все вокруг всех вокруг и у меня носила всеми ветрами по всем сторонам и я не находила того внутреннего покоя и той внутренней опоры с которой я могла бы ориентироваться в этом мире и самой себе и в своем окружении и вот здесь за это время за 4 месяца которые сейчас прошли я этой опоры чувствую намного больше намного и для меня это важно раньше когда я пользовалась теми знаниями которые предоставляет эфир очень красочно очень призывно и многообещающе естественно я на это велась и когда я обращалась к тем знаниям это помогало на какое-то время это давало надежду что вот сейчас я применю вот этот прием вот этот инструмент и жизнь наладится но сейчас я понимаю что это один из вариантов иллюзий и таких временных мер которые не дают той основной опоры которая появляется проявляется и раскрывается сейчас в практике с ямой потому что тогда не было основного опоры на себя здесь же в практике она дает возможность почувствовать и ощутить и понять и осознать ту главную силу которая или сотворяет те изменения которые просятся изнутри эта сила она вот эта внутренняя сила которая раскрывается внутренняя силы своего я она не сравнима с тем чем я пользовалась раньше в практике вместе с множеством заданий есть еще и звонки то есть я на периодически звонит и мы общаемся по телефону разбирая те или иные аспекты и безусловно важно когда голосовое сообщение приходит в чат я прослушиваю я улавливаю какие-то тонкости но поначалу я не замечала как вот эти внутренние искажения которым выгодно уводить меня снова в сторону в старую колею как вот эти внутренние искажения действительно начинают свою грязную работу и они камуфлируются под истинное я я поначалу это не всегда замечала даже когда мы общаемся в чате но когда звонила я на и когда мы разговаривали с ней по телефону было такое ощущение что я на как прожектор светит на все эти искажения и видит их и показывает их мне и во время разговора даже по по своим ощущениям я замечала что когда мы разговариваем с яной моя личность просто прячется куда-то очень очень далеко потому что она ее боится она боится явно еще в разговорах с яной вот я ощутила такую теплоту и мягкость и заботу в которой хочется раскрыться и не хочется прятаться иногда требовалось взять жестко за грудки и очень хорошо встряхнуть потому что личность очень хитрая и она ведет себя очень по-разному и если бы не эти встряхивания то я бы пыталась водить саму себя за нос и но водить за нас я но бесполезно она все это видит насквозь но себя бы я запутывала это точно поэтому разговоры с явной звонки крайне важны и в этих разговорах я понимаю намного больше того что требует данный момент в практике основные мои внутренние запросы с которыми я входила в практ как сейчас я вижу они были достаточно поверхностными я не видела всей глубины то есть основные запросы это избавиться от состояния страха тревожности неуверенности казалось бы это какие-то уже настолько набившие в комину слова но они настолько терзали что у меня было ощущение ну я в тупике я не вижу дальше ничего я не знаю что делать к сегодняшнему моменту я понимаю что те инструменты которые я ну сложно говоря до ожидала обнаружить найти получить открыть в практике они схожи сейчас но по ощущениям как с комариками до инструменты есть но та начинка тон утро вот этого смысла самого практика это несоизмеримые просто вещи и опять же я искала по старому шаблону я искала какие-то способы приема инструменты эта психология это это еще что-то да то есть известные какие-то науки которыми ну чаще всего пользуются здесь же я вижу и чувствую обретение вот того настоящего стержня здесь включается то внутренняя сила которую я ощущаю и вот это я бы сказала основное кардинальное отличие и основное открытие которое я сделала на данный момент тот язык которым говорит я на своих подкастах в чате для меня был понятен сразу не просто понятен а вот как я говорила в начале то есть вроде бы уму непонятные слова но у меня прям текстом внутри была главная фраза странного я понимаю о чем это единственное что я не понимала сразу это слово наблюдение первая ступень тракта это интенсив по наблюдению вот эта первая неделя интенсива она была очень сумбурной для меня она была очень поисковой но по итогу эта неделя интенсива она все-таки перетекла и в следующий месяц потому что сразу бывает ощутить что такое наблюдение распознать его и даже понять увидеть бывает очень очень непросто поэтому вот эта неделя интенсива она была довольно сложной для меня и разговоры с яной где она настолько подробно и тщательно объясняла какие-то моменты отвечала на все мои вопросы я на все это раскладывала рассказывала объясняла переобъясняла и мы уже все переделывали но сейчас когда я чувствую наблюдение я понимаю я вижу что это совершенно другая категория чувствования себя если кто-то ко мне обратиться с вопросом идти или не идти на практ изнутри по себе импульс я скажу до идти безусловно я не могу не сказать что это не фиалковые поля с розовыми единорогами потому что чаще всего мы ожидаем именно этого потому что какая-то душевная боль какие-то предательства какие-то непонятности внутри нас естественно они толкают нас на поиски ответов и улучшений но та работа которая проходит в практие она не всегда такая потому что открыть то что накопилось за эти годы это очень непросто перепрошивать свои привычки менять какое-то понимание и ощущение это очень-очень непросто но я скажу при этом что пройдя вот эти круги можно обрести то ради чего стоит проходить эти круги потому что это то что просится внутри услышь меня и это наверное не просто очень ценно это самое ценное что может сделать человек для самого себя ни один какой-то ментальный прием не способен дать этого ни одна аффирмация не сможет открыть вот эту силу вот эта сила которая открывается и ты ее чувствуешь что она твоя она родная она все время с тобой была и она все время стучалась к тебе я но я хочу вам сказать огромное огромное сердечное спасибо во-первых за вашу теплоту потому что то как мы разговариваем по телефону это не передать словами какие я испытываю чувства это чувство и и и объятия и и теплоты и любви за эти знания за огромные знания которые я получаю в практике которые вы даете просто такой щедрой лькой этих знаний очень много и вы делитесь ими ими настолько щедро что нужно просто ну порой действительно хочется просто это все записывать я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше терпение потому что такого терпения это нужно поискать потому что варианты у личности настолько изощренные что переобъяснять сто раз одно и то же с разных сторон это но это видно насколько с каким терпением и внимательностью вы относитесь ко всем совершенно тупым иногда вопросам каким-то странным каким-то детским инфантильным наивным или напуганным неважно каким вы все это терпеливо слушаете и подсказываете по каждому моменту я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу чувственность когда у меня был такой период такого внутреннего холода и когда я слышу в разговоре ваш голос который становится мягче 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 по телефону этого не слышно но у меня столько слез поступает и проливается и даже вот этим самым разговором этим самым этими самыми словами что-то у меня внутри в душе уже как бы излечивается то есть заливается любовь вашего голоса и изливаются слезы и со слезами выходят очень-очень многие токсины я очень вам благодарна за вот те включения которые идут уже помимо плана скажем зато заботливость когда вы видите что если я заруливаю вообще куда-то не туда вы мне звоните я очень благодарна вам за это за все разъяснения за все еще раз скажу за все знания потому что что ковардак у меня в голове был просто космический и разбираться со всем этим порой бывает странно и да здесь опять же вот это вот это терпение колоссальное просто терпение и за те подводки которые вы даете а Наташа подумайте сами а вот здесь как а вот здесь как а вот здесь то есть то есть это это колоссальная мощь которая открывается и вместе с теми способами как моделирование проговаривание это это колоссальные вещи они вроде простые но они дают просто очень мощный эффект я вам очень благодарна за вашу внутреннюю улыбку которую я слышу когда идет хорошая динамика когда идет хорошее продвижение и даже если вы говорите какой-то текст не хвалят меня я чувствую это по голосу и у меня такое чувство что соединяются каких-то два потока и это удивительно человеческими словами передать невозможно и за всю поддержку и за всю подпитку которую вы даете каждый день в заданиях в ответах и в звонках я вам очень благодарна очень для меня это в сердце в очень теплое место большое спасибо